Дорогие друзья, вас приветствует канал Бьюти Саше. А мы продолжаем с вами рождественскую новогоднюю тему. Сегодня я вам предлагаю сделать вот такую ёлку из абсолютно ненужных вещей. Как мы это сделаем, я сейчас вам расскажу. Хобби такой. Использую все время футлярчики для туалетной бумаги. Что я делаю? Беру этот футлярчик. Они, кстати, и крашу его. Крашу его, уже говорила, обычной малярной краской. Зелень добавляю обычной акриловой. Можно взять пигмент строительный. Ну, что вам получится дешевле? Мне, вот, получается, акрил дешевле. А может быть, пигмент для стройки, вот этот, для побелки, большие-большие флаконы, может, вам будет это выгоднее и дешевле. Значит, вот я смешиваю краску зеленую-белую. И прокрашиваю вот эти туалетные штуки. Вот таким образом. Видно вам хорошо? Прокрашиваю. Сушу. И получаю вот такие поделки. Причем, флаконная бумага разных сортов. Она бывает разных, этот, каркасик разных диаметров. 3-4 диаметра бывает. Значит, я их сразу делю на разные диаметры. Самый большой я буду использовать первым. И самый маленький, последний. Для того, чтобы сделать эту елку, мы сначала должны приготовить каркас. В предыдущем видео я уже показывала вам, как я делаю каркас вот для такой елочки и для такой елочки. Ой, подождите. Все запомнила. Ну, для такой елки. Здесь я показывала, как это нужно сделать, геометрически, с фигурой там и так далее. А сейчас я вам покажу, как я приспособилась делать это значительно проще. Я возьму вот такой лист бумаги или картона. Но бумага у меня толстая, плотная достаточно. Если у вас нет картона, то вы можете взять 2-3 листа журнальных, каких-то не нужно. 5-6 листов газетных. Бьете, скручиваете, проклеиваете край. Все. У вас получился вот такой конус. Когда он просох, вы его у основания ровненько подрезали. Получился вот такой конус. Потом этот конус я наполняю ненужными предметами. Салфетками, бумажками, целлофанчиками. Все, что вам не нужно вообще в хозяйстве, не пригодилось. Вы это наполняете достаточно плотно, для того, чтобы ваша елка была ядреной и хорошо хранилась. Донышко. Я вот, видите, положила специальную такую картонку, которая, ну, из-под вафель у меня была картонка, да? Картонку эту я уже тоже показывала, как я готовлю. Но если вдруг кто-то не видел, кто-то не видел, то говорю вам. Я кладу ее на белую бумагу, обвожу. Получается вот такая окружность. Окружность. Дальше эту окружность, окружность, которую я нарисовала, я вырезаю не потому, как она нарисована, а я делаю припуск ровно полсантиметра. И зачем? Если вы не смотрели предыдущее видео, а посмотрите только это, вы поймете, почему я сделаю этот припуск. Я вот так сейчас делаю такие насечки, потом промазываю их, загибаю, загибаю по всему периметру, по всему периметру загибаю и промазываю клеем и прокладываю вот сюда. Обязательно это сделаю и на этой елке, потому что, ну дно некрасивое, согласитесь, я вот приготовила такую беленькую полосочку, вот так вот заклею, и будет очень аккуратно, так же, как и вот здесь. Потом, если я захочу эту елку кому-то подарить, в этом месте я могу написать любые пожелания. Если вы предметно делаете елку для кого-то, заранее, прям здесь напишите все, что вы хотите, а потом уже приклеивайте для того, чтобы это не испачкать. Все, каркас у нас готов, он плотный, плотный, ядреный. Донышко мы заклеим, оно будет красивое и будет подарочное. Потом мы берем с вами самые большие вот эти каркасики. Если у вас есть полотенца, каркасики от кухонных полотенец бумажных, прекрасно, можете их взять на первый и второй ряд, они будут само то смотреться. При этом режем, режем. Разрезаем пополам. Ну, 10 штук отрезали, и прямо сразу всех 10 отрезали. Разрезаю пополам, выворачиваю, для того, чтобы она, вот это, чтобы вот это торчание, вот это было, как я говорю, вот это, чтобы вот эта петля была, чтобы это было видимость елки. И приклеиваю. Первый ряд я начинаю приклеивать, отступя от края пару сантиметров. Почему? Ну, потому что эта штука ядреная, елка будет у вас выше. Смотрите, вот видите, насколько она получилась выше. Значит, вы приклеиваете не вот так, а приклеиваете вот таким образом. Видно вам хорошо? Приклеили один круг, следующий круг, клеите. Также разрезали, вывернули, чтобы петля была ядреной. Видите, как она, она хорошо держится. И приклеиваете уже в шахматном порядке, отступая от предыдущего ряда, предыдущего ряда, ровно вот эту петельку. Все. Заклеим все ряды до самой макушки. В макушку, в макушку, на клей, на клей, посадим зубочистку. Зубочистку. На зубочистку потом приклеим вот эти украшения и верхушку. Какую вы верхушку придумаете, это не важно. Важно, что зубочистка легко на любом уровне, когда засохнет, отстреливается. Вот и все. Вот таким образом мы с вами сделаем эту елку. Не показываю, как я приклеиваю украшения, потому что обычным клеем, вот он у меня, клей, или клей-пистолет, шарики, которыми вы захотите это украсить, но тоже на вашу фантазию я взяла обычные елочные бусы, они дешевые, разрезала их на бусинки и приклеила везде. Где-то получились бусинки вот такие маленькие, где-то побольше и разного цвета. Елка готова. Хороший подарок пришли гости вчера ко мне и все роптали. Рождество, как пойду в гости со всеми другими презентами, обязательно кому-то понесу эту елку и другую елку. Дальше хочу вернуться к экибану, который я вам уже показывала. Ангелков вчера раздарила, всех остался один. Экибана, я говорила, будет стоять целый месяц. Вот прошло две недели, оно как стояло, так и стоит. Как живое, ничего не осыпалось. И я вам показывала, как я делаю это маленькое экибана. Вот смотрите, как оно выглядит спустя две недели. Дерзайте, девочки и мальчики! Готовьте себя к празднику с хорошим, позитивным настроением. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наше видео. Мы вас любим! Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok